Здравствуйте! Вы смотрите новости Кыргызстана в студии Иркин Олымбеков. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщины, митинги и пикеты могут только ухудшить ситуацию в стране. Власти Бишкека решили, чтобы бороться со школьным рэкетом. Теперь будут и студенты столичных вузов. Они будут рассказывать ученикам об уважении к законности и порядку. В мэрии надеются, что студенты смогут изменить идеалы подрастающего поколения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не до конца, но все же признал свое поражение бывший кандидат на пост президента Кубанышбек Исабеков. Он не хочет дестабилизации в стране и призывает к этому всех других. Впрочем, предварительно Исабеков озвучивает многочисленные нарушения, свидетелем которых он якобы и стал. Во время выборов в списках избирателей себя не смогли обнаружить многие граждане, даже некоторые кандидаты в президенты. Это случилось с бывшим первым секретарем ЦК Компартии Киргизской Республики Турдакуном Усубалиевым. Таким образом, он лишился права голоса. И напротив, исполняющим обязанности премьера Бабанову, пришедшему на избирательный участок без паспорта, тем не менее, дали проголосовать, заявляет Исабеков. Он также отказывается верить в то, что за него отдали свои голоса всего чуть более трех тысяч избирателей, тогда как на этапе сбора подписи его штаб собрал 60 тысяч человек. Но мы не в обиде. Мы вот два кандидата приняли решение все-таки людей не вызывать на улицу, никакой дестабилизации не участвовать, и своих избирателей также призывать к стабильности, к согласию. Я считаю, что Алмазбега Тамбаев должен сделать выводы. Пусть он работает, надо будет, мы будем помогать. Хватит митинговать. Женщины, называющие себя гражданскими активистками, призывают сторонников проигравших кандидатов в президенты прекратить акции протеста. Их они называют бессмысленными. Напомним, с первого дня после оглашения предварительных итогов президентских выборов на юге страны ежедневно проводятся митинги сторонников Мадумарова и Ташиева с требованием провести перевыборы. Женщины призывают признать победу Атамбаева и вместе строить будущее. Иначе, по мнению женщин, существует прямая угроза массовых беспорядков. Успешный студент вместо героев из криминального мира. Как изменить идеалы подрастающего поколения? Похоже, ключ к решению этой задачи нашли педагоги и власти столицы. Они решили, что в школах надо ввести уроки по уважению закона и порядка, и чтобы их преподаватели преподавали не штатные учителя, а студенты. Как это сработает, решено проверить практически во всех школах Бишкека. В течение месяца для старшеклассников студенты будут читать лекции и проводить семинары. Инициаторы этой акции рассказывают, подростки очень подвержены влиянию так называемых старшиков. А почему бы не сделать так, чтобы эти самые старшие товарищи рассказывали своим младшим товарищам о том, что авторитет не тот, кто грабит или дерется, а тот, кто стремится к порядку. Кстати, подобную акцию в Бишкеке прошлой весной уже проводили. Говорят, первый блин комом не получился, поэтому решено испечь следующее. Студенты – это те же учащиеся, немножко старшие. В общем-то, они по возрасту близки к старшеклассникам. Скажем, лекции и тренинги проводились для учащихся 9-10-11 классов. А студенты – они очень близки по возрасту. И, возможно, то, что говорит старший человек – преподаватель, и то, что говорит студент, это более доступно будет. Спикер парламента Кыргызстана Ахмадбек Кельдебеков возмущен тем, что национальная гвардия не хочет брать на себя ответственность за обеспечение безопасности Белого дома. Дорога возмутился после того, как на очередной сессии парламента на вопрос, на вопрос, у кого, гвардейцы спрашивали, пропускать или нет депутатов. На митинге 6 октября командующий ответил, что это прерогатива комитета национальной безопасности, а не национальной гвардии. Между тем, пока военное командование и руководство парламента выясняют отношения, национальная гвардия осваивает новую технику. У ефрейтора национальной гвардии Бекмамата Джейнбекова остались последние дни службы. В течение года он встречал президентов и других высокопоставленных чиновников различных стран из дальнего и ближнего зарубежья. Благодаря высокому росту его взяли в роту почетного караула. Своеобразная визитная карточка многих стран мира. Мы одеваем свою парадную форму, как и по приезде всяких там разных гостей с разных стран. Организовываем там живой коридор, показательные выступления или просто прохождение торжественным маршем. Сегодня Бекмамат и его сослуживцы встречали военного атташе Турецкой республики полковника Архана Фиш. Военнослужащие национальной гвардии, помимо того, что встречают гостей, охраняют стратегические объекты страны, такие как Дом правительства, Малые и Средние ГЭС, а также государственные резиденции. Вооруженным силам Кыргызстана, чтобы идти в ногу со временем и эффективно бороться с терроризмом, нужно обновлять военную технику. Но средств на это нет. Помощь в виде военно-технического имущества на безвозмездной основе предоставила Турецкая республика. Террористы тоже усиливаются, улучшают свои вооружения. Исходя из этого, конечно, нам тоже нужно оснащаться так, чтобы мы смогли эффективно вести борьбу с терроризмом. Эта вся техника пойдет для обеспечения работы по борьбе с терроризмом в спецподразделении Министерства обороны. После официального выступления министра обороны и военные атташе ознакомились с техникой, которую передала турецкая сторона. Это специализированные машины, осветительные приборы, погрузчики, мотоциклы, защитная форма для полицейских и многое другое. На общую сумму 1 миллион 760 тысяч долларов. В рамках нашего соглашения контроль за использованием имущества будет вестись периодически. Большая часть техники будет направлена на юг страны, поскольку именно там сохраняется угроза проникновения вооруженных бандформирований. Применять подаренную технику на деле будут уже без Ефрейта Раджейнбекова. Свой долг перед Родиной он уже практически выполнил. Остается только порадоваться, что за время службы чаще он слышал от офицеров команду на караул, чем приказ стрелять на поражение. Ринат Шамсудинов, Улан Мунаимов, Бишкек, Кыргызстан. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова